Здравствуйте, меня зовут Боярская Елена, я врач-психотерапевт, врач-нарколог, кандидат медицинских наук. Этот ролик будет посвящен очень глобальной проблеме, симптому, может быть даже синдром это можно сказать, анозагнозии или отрицанию. Отрицанию чего? Ну, наверное, реальности, употребление. Давайте разберемся с терминологией. Если взять и открыть всеми любимую википедию, то мы найдем такой момент, что это очень многозначное понятие. Есть логическая трактовка отрицания, то есть появление суждения противоположного первоначальному. Есть психологическое, экономическое, разное. Так что же такое психологическое отрицание? Это механизм защиты, это способ мозга справиться с нежелательной информацией, которая доставляет неудобства, дискомфорт, а то и боль. Если мы берем тему созависимости, зависимости, откуда берется отрицание, как оно рождается? Давайте разбираться по этапам. Итак, человек начинает употреблять, но, собственно, большая часть людей пробует в молодом возрасте алкоголь, иногда наркотики. Были данные американцев о том, что 25 процентов первокурсников, попробовавших марихуану, отличались IQ выше среднего, значительно выше среднего и не уходили в зависимость. Ну, то есть, это, в принципе, некий поиск. Я начинаю употреблять, у меня все хорошо, у человека зависимого при этом все равно будет где-то внутри что-то такое щекотать и говорить, что это не так. И это не так обычно связано с семьей, с тем, что отец пил, у мамы были проблемы с алкоголем или с той же марихуаной, например, или с какими-то другими наркотиками, бабушки, дедушки, кто-то из соседей, кто-то знакомый, и вот эта генетическая основа плюс социальное окружение будут давать ощущение, что что-то не так. Как же будет рождаться отрицание? Оно будет, чем больше я употребляю, тем больше нарастать, а, соответственно, человек будет придумывать оправдание. То есть, уже через буквально там несколько месяцев отмечают все зависимые, что я начинаю говорить не совсем правду. Я начинаю скрывать сколько, чего, куда пошел, зачем пошел, что я употребляю. И, что самое интересное, я это скрываю от себя и скрываю от других. Второй момент отрицания. Я прошу наврать мне, что я нормальный. Ну, да, я два дня перепил, ну, в принципе, ешь на работу в понедельник пошел. Ну, да, я вот что-то употребил, но ведь все же на дискотеке употребляют. И тут вопрос. Есть замечательная японская пословица. Храброму воину не надо объяснять никому, что он храбрый. Если у меня в голове есть вот эта необходимость кому-то доказать, что я трезвый, нормальный и употребляю в меру, это и есть отрицание реальности. Это его первые звоночки. То есть третьей фазой просто отрицания является поиск оправданий. Я ищу тех, кто тоже употребляет, я сравниваю себя, но мы будем дальше разговаривать о том, что же и как выглядит отрицание, пока как оно растет. Я обманываю себя, я обманываю окружение. К чему это приводит? Я отрицаю реальность и у меня снижается интерес к другим важным вещам. Семье, работе, себе, здоровью. Почему? Энергия начинает тратиться, во-первых, на употребление, во-вторых, на защиту, на поиск оправданий. А что происходит в это время с семьей? А то же самое. Если в моей семье уже есть зависимый, я знаю, что это страшно и сложно, я смотрю на подростка и мне страшно. Он вроде выпил просто вина или с ребятами там в компании, а вдруг он зависимый? И вроде нормально, а вроде нет. Не так редко на самом деле на группах или на каких-то лекциях я слышу вот этот вопрос. А если у меня ребенку 14 лет он выпил пиво, это уже зависимость? Нет, это еще не зависимость. Вопрос в том, чтобы вы не формировали отрицание. Он выпил, впоследствии нет. Это либо первая фаза, она не остановится, либо будет зависимость. Не от вас зависит, не от него. Это зависит слишком от многих факторов. Я могу сделать что-то, я могу спросить своего подростка, а понравилось? Ну мы все помним, не нравится. Если он говорит не понравилось, но что-то зацепило, вот тут уже надо думать дальше. Может менять стратегию, обращаться к специалистам. Но продолжаем. Итак, если мама идет путем отрицания, то я отрицаю в первую очередь, что это страшно. Второе, вот этот страх меня гонит предпринимать активные меры, нечестные меры. Говорить, чтобы ты не ходил в компании, чтобы она не гуляла, чтобы она вообще стала быть подростком, стала удобным человеком. И получается, что так же, как у зависимых, они делают не то, что говорят, и созависимые начинают делать не то, что говорят. То есть, с одной стороны, я диктую, что я очень уважаю своего ребенка, а с другой стороны, контролирую каждое его дыхание. С одной стороны, я за свободу личности, но при этом, чтобы всегда был под контролем и каждые пять минут отзванивался. Это как раз те самые дисфункциональные правила, которые мы уже обсуждали в роликах. Оправдание. А вот когда у подростка, на самом деле, начинаются проблемы, родственники ищут оправдание. Ребенок предлагает оправдание, что не та компания, не тот район, не та выпивка, гнилые сникерсы, простите. Так вот, оправдание, поиск оправданий, это точно про то, что в семье появилась проблема. Это, возможно, еще не наркология, возможно, это не какая-то глобальная ситуация, но делать уже что-то надо и менять тоже. Однако, отрицание будет предлагать стоп. Мы туда не смотрим, не делаем, мы только заставляем и кричим. И точно так же, семья теряет интерес к важным вещам. Раньше у меня было хобби, рассказывают родители. Раньше мы с другом ездили куда-то на юг, а сейчас у нас все сосредоточено на том, что делает наш ребенок. Взрослый, супруг, не принципиально, а на самом деле тот, кто зависимый. С течением времени все больше и больше зависимость поглощает сознание человека. И все больше и больше он становится сконцентрирован на алкоголе, наркотиках, игре, на объекте зависимости. А на чем же концентрируется семья? А на объекте зависимости. Для зависимого главная задача найти и употребить, и будет легче. Для родственников главная задача не дать найти и употребить, и тогда нам будет легче. Чувствуете, насколько одинаковые фразы? Всего лишь частицы не, и вот это отрицание и рождается. Самое важное, это чтобы мы жили свою жизнь, он жил свою жизнь, и мы по-честному говорили о том, что происходит, что мы не согласны с тем, что ты употребляешь. Мы не согласны, мы не будем употреблять. О, тут вот сопротивление будет, я думаю, что у многих. То есть, если он пьет, мне тоже не пить? Это выбор как раз из варианта любить и принимать, быть ответственным. Ну, каждый делает выбор свой, вы можете написать, и какой бы выбор сделали вы, если бы ваш родственник оказался зависимым. Согласились ли бы вы отказаться в своей жизни от алкоголя? И итогом роста отрицания возникает ком-вранья. Чтобы постоянно быть сконцентрированным на веществе, мне надо всем врать по поводу денег, работы, репутации, семьи, того, что я нормальный, себе тоже надо обязательно наврать. Семья тоже, она, то, что называется, не может принять и правду, и не может уже врать. То есть, скрывать от работодателя, что он пьет или употребляет, невозможно. Скрывать от себя, что у него долги по 5 миллионов, которые мы закрыли, тоже сложно. Это и есть кризис отрицания. Из него есть, как обычно, два выхода. Любой кризис заканчивается двумя направлениями. Первое – это гибель. Продолжение употребления, нарастание отрицания. То есть мы ищем, кто виноват, кто за все это ответит и так далее. Второй вариант – это рост и развитие. Мы принимаем реальность, мы начинаем честно о ней говорить, даже если это очень больно. Помните, я вначале говорила, что отрицание – это способ защиты от боли, от несогласия с реальным миром. Ну, соответственно, выздоровление – это говорить. О честности, о том, что на самом деле происходит. У анонимных наркоманов есть такой девиз, который мне, например, очень помогает самой, и я предлагаю многим его. Я не наркоман, но тем не менее. А честность – непредубежденность, готовность к действию. Честность на первом плане. Непредубежденность. Мы не знаем, что будет завтра и как это будет происходить. И готовность к действию. Если мне сказали, я готов делать. Если мне подсказали, мне предложили, мне показали реальность, я готов меняться. И тут именно возвратный глагол, то есть меняться. Не менять другого человека, менять себя. Насколько запутался во вранье зависимый, настолько же запутывается во вранье и созависимый. Как это будет проявляться в реальности? В первую очередь это отрицание. Ну, я независимый, я не наркоман, я не алкоголик. Это первое, что слышат практически все. Возвращаясь к поговорке, храброму солдату не надо объяснять, что он храбрый. Он и так знает. Если я говорю, что я не алкоголик, мне очень понравился один из коллег, который выставил в интернете пост. Не надо мне рассказывать о том, как вы пьете. Кто будет рассказывать о том, как они пьют? Тот, кто беспокоится. Тот, у кого уже наращивается отрицание. Кому страшно, что что-то идет не так. Родственники будут делать то же самое. Да нет, он независимый. Да нет, он не наркоман. Парадоксальный случай из моей практики в тюрьме, когда мама нашла телефон, позвонила через диспетчера нам в тюрьму с тем, чтобы сказать, у меня сын написал заявление на реабилитацию, вы его не должны брать, потому что он независимый. Ну вот до такой степени иногда доходится зависимость. Сын сам принял, что он в тюрьме из-за наркотиков, он решил изменить жизнь, а мама не дала. Инпотентно, никто не пойдет поперек людей. Я так и не знаю, чем закончилась эта история, потому что я перешла работать сюда. Но тем не менее, вот до такой степени отрицание реальности может подрывать все ваши попытки помочь близкому, помочь себе. Минимизация. Второй вариант. Это когда я преуменьшаю. Ну то, что он в этот раз выпил 5 дней, а не как в прошлый раз 15, это уже лучше. Но ведь он же пьет всего по 4 дня, правда, каждую неделю, но не по 5 дней, как сосед. Ведь она же у нас употребляет только кокаин и только по чуть-чуть. Точно так же говорит и зависимый. Ну у меня нет проблем. У меня не настолько это все страшно, как все говорят. Он обманывает себя, семья обманывает себя. реальность такова, что мы не согласны ни на какую дозу наркотиков и ни на какую дозу алкоголя. Вот тогда это про честность и непредубежденность. Третье. Это уход с помощью отказа или забалтывания. Всегда зависимый не хочет говорить о своей зависимости, не хочет говорить о том, как ему на самом деле, будь он пьяный или трезвый. Точно так же и семья не согласна говорить про проблему. Не так редко бывает. Привозят человека в плохом состоянии, говорят, не-не, он не алкоголик, он просто отравился некачественным алкоголем, не надо нам об этом рассказывать. Отрицание. Я не хочу верить в то, что человек болен. Почему так? Потому что глобальное отрицание системы постсоветского пространства говорит, что это не болезнь, это слабость характера. Я имею в виду зависимость. Нет, зависимость — это болезнь, и человек ее не выбирает. А значит, и полноценно нести ответственность он за нее не может. Но мы несем ответственность за сегодняшнюю реальность, и он сможет тогда это делать. Или она. Как еще проявляет себя отрицание? Это поиск козла отпущения или уход с помощью скандала. Ну, это мы знаем все, да? Практически в любом районе, вне зависимости от статусности и достатка, есть люди, которые периодически хлопают дверями на весь подъезд, выходят с криками, что я уйду от тебя, если ты мне будешь говорить про алкоголь, или перестань меня называть наркоманом, или еще как-то. То есть манипуляция, попытка запугать, а самое главное — бегство. от реальности. Не надо мне говорить о том, что происходит. Не надо мне показывать, как это происходит. Я иначе хлопну дверью и сделаю что-нибудь такое, что тебе будет неприятно. Интеллектуализация и рационализация. Это когда я придумываю как раз те самые оправдания. Я ищу в интернете оправдания, я ищу среди знакомых подкрепление этому, что все, как написано у Терренса Горски, зависимость уходит в социальные, традиционные, социокультуральные, основы там, тра-та-та-та. Не суть. Замечательный есть консультант, питерский, он читает замечательные лекции, и в одной из них он говорит, что есть люди зависимые и независимые. Как вы думаете, на что обращает внимание каждый зависимый? На ту часть, которую рассказывают про независимых. Ну, про человека, который попал, например, с какой-то раной в больницу, ему давали трамал, то есть опиат, или, например, про бабушку, которой давали какие-то препараты снотворные, то, что у него была онкология. В этот момент срабатывает максимально именно отрицание реальности, интеллектуализация. Вот мне надо найти подтверждение тому, что я не наркоман и не алкоголик. Я всегда их найду. Если я хочу доказать, что существуют только белые лебеди, миллионы, тысячи, но один черный лебедь это будет разбивать. Кто может рассказать про этого черного лебедя? Мы с вами, окружение, родственники, работодатели, честно сказать человеку, у тебя проблемы с алкоголем. Это не нравится, это вызывает отрицание, соответственно, какую-то бурную, может, иногда даже агрессивную реакцию, но тем не менее. А как иначе? Иначе и мы, и он участвуем в этом всем. И мы, и он участвуем в одной игре, игре, которую затеяла зависимость. Идем дальше. Перелет в здоровье и постановка безнадежного диагноза. На самом деле две стороны одной медали. Я 25 минут чистый трезв, я все понял, я больше не запью, пишет Терренс Борский. Это про перелет в здоровье. Или я все понял, я уже настолько немощный и настолько больной, что варианта отказаться от употребления у меня нет. У меня буквально недавно была такая консультация с молодым человеком, который говорит, я не могу отказаться. Каждый раз, когда я отказываюсь, я превращаюсь в какое-то животное, которое снова тянет меня употреблять. Это и правда, и неправда. Отрицание – это когда нет границы между ложью и правдой. Он действительно теряет управление. Он действительно получается наподобие животного, но тем не менее он человек. И сделать выбор, остановиться, попросить о помощи в его силах. Что может семья в этой ситуации? Не соглашаться, что ты уже выздоровел. Не соглашаться с тем, что если ты прокапался в 75-й раз, вот теперь точно это подействует. Отдавать себе отчет. И я уже это говорила в одной из лекций для созависимых про отдавать себе отчет в последствиях. Мы это делали, последствий нет, надо сделать как-то по-другому. Если зависимый говорит, я так не хочу и не буду, ну, скорее всего, вы попали как раз туда, что стоило бы делать. Я не имею в виду насилие. Я имею в виду действия и разговоры про то, что ты употребляешь, и проблемы из-за употребления, а не из-за того, что мир несправедлив к тебе. Ну, понимаете, да, каждый начальник для зависимого становится прям, ну, дьяволом во плоти. Да не начальник становится. Зависимость так искажает реальность. И последнее. Манипуляция и демократическая поддержка болезни. Манипуляция – это скрытое, искусно скрытое психологическое воздействие, когда появляется желание сделать по-другому. Демократическая поддержка болезни – это когда я как будто бы имею право себя убивать. Увы, мы все имеем право себя убивать. Это неправильно, несправедливо, ни по-христиански, ни в одной религии нет такого разрешения. Но Господь, Вселенная, Судьба дают нам это право. И нашим близким тоже. Но строить манипуляцию на том, что если ты мне не дашь на выпивку, я себя убью. Если ты не дашь деньги, то меня побьют. А если я не куплю очередную дозу, то я не выживу. Это не про демократию. Это про манипуляцию. Неправда. Если тебя побьют, то ты понимал, над что ты шел. Ну, обратись в полицию. Если это про то, что ты не можешь справляться, давай обратимся к специалисту, в больницу и так далее. Если это про то, что ты не можешь оставаться трезвым, тогда тебе нужна реабилитация и терапия зависимости. Абсолютно точно. Это не про то, что я имею право употреблять и я не имею право выпивать до смерти. Потому что это диктует болезнь, не человек. Его отрицание реальности, его нежелание жить. Что делает семья в такой ситуации? Хорошо, когда она отстраняется с любовью и говорит, мы рядом, обратись за помощью, поможем. Хорошо, когда она отстраняется с гневом. Говорит, мы больше ничего не можем сделать, я чувствую бессилие. Да, и я иногда своим пациентам говорю, вы знаете, я не знаю, как вам помочь, я чувствую бессилие сейчас. Тут либо вы выбираете трезвость, ну, либо никак. Плохо, когда семья решает, что она имеет право отобрать часть гражданских прав у человека. на волю, на смерть, на жизнь, ограничивает свободу. Пристегнуть наручниками батареи просто зависимость от этого не проходит. И наше отрицание, что как будто бы мы можем ее контролировать снаружи, или он сможет ее контролировать внутри, будет нарастать. Мы будем лить в воду на мельницу зависимость. Итак, это то, как проявляет себя отрицание в нашей жизни. Я пользовалась замечательным источником Терренса Горский «Путь выздоровления», Мелоди Битти, ее книжка «Спасти или спасаться». И призываю вас тоже изучить эти источники. Так, стоит ли лгать во благо? Ну, не в случае зависимости и созависимости. Все-таки стоит быть честным, непредубежденным. В равной степени он может выжить и не выжить, вне зависимости от моих действий. Но я делаю все, что могу. Все, что предоставляет мне мир. Предлагаю помощь ему. Он может воспользоваться, может не воспользоваться. При этом я не отрицаю, что им сейчас руководит болезнь. Ни его плохой характер, ни мое плохое воспитание, ни плохая компания на него влияет. Он делает этот выбор. И я имею право ему это сказать и показать. Отрицание будет говорить обратное. Отрицание будет давать напряжение. Отрицание – это когда я агрессивен, у меня бесконечные дебаты внутри себя и снаружи. Это когда я уклоняюсь, изворачиваюсь. 32 пункта, как проявлять себя отрицание, изучают в реабилитациях. 32 пункта, то, как бывает, изучают на группах самая взаимопомощь. Приходите к специалисту, получите помощь, перестаньте отрицать реальность. С вами была Елена Боярская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова